Вытеснить с прилавков иностранных конкурентов новосибирские ученые получили новые установки по выращиванию картофеля и будут выводить сорта, адаптированные к климату, устойчивые к вредителям. Первые экспериментальные клубни уже растут, причем без грунта, буквально в воздухе. Анатолий Харитонов подробно о том, как можно получить три урожая второго хлеба. Гидра и аэропоника вместо грунта. Лампы красного свечения заменяют солнце, а питательные вещества через каждые 5-10 минут по шлангам поступают сразу к корням. Благодаря новым автоматизированным установкам в Сибирском научно-исследовательском институте растениеводства и селекции идеальные условия для выращивания семенного картофеля. Сбор урожая раз в три с половиной месяца, потом чистка, промывка лотков и новая посадка. Эти установки еще не обкатаны, как следует. Мы получили один из первых их, поэтому действительно у нас есть проблемы. И иногда повышенное содержание соли в питательном растворе откладывается, забиваются форсунки. Ну, таких мелочей бывает, которые требуют отладки. Сбой в системе, запись в журнале. Специалисты фиксируют каждую мелочь. Докладывают в Москву сотрудникам Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственных биотехнологий. Там, где изобрели эту установку, довести ее до совершенства – задача конструкторов. С рассадой проблем нет. В соседней лаборатории коллекция, которую собирали годами. В пробирках с питательной средой больше 150 сортов картофеля. Самая наша главная цель – именно поддерживать эту коллекцию. И чтобы не потерять эти сорта, чтобы они у нас всегда были. Чтобы нам не где-то искать у кого-то и спрашивать, а чтобы вот оно было всегда по-другому. В нашем регионе дефицита картофеля нет. Однако на прилавках в основном иностранный товар – немецкий, голландский, французский. Отечественный представлен только сортом «Невский». Его вывели в Ленинградской области и «Линой» – детищем сибирского НИИ растениеводства и селекции. Ситуация должна вообще измениться коренным образом. Превалирующее положение занимать должны наши сорта отечественные. И в принципе для этого мы уже очень много сделали. Не только по сортам, которые у нас возделываются в стране, но и по семенам. Так, чтобы те семена, которые используются, они у нас в стране и производились. Сегодня селекционеры должны учитывать требования рынка. Большинство торговых сетей, как правило, продает красный картофель. У него товарный вид лучше. Главное преимущество – на таких клубнях практически незаметно озеленение, которое возникает после долгого пребывания овоща на свету. У сибирских ученых есть технологии, которые придают определенным сортам нужный цвет. Селекционеры работают вместе с генетиками. Задача – вывести новые образцы, устойчивые к заболеваниям растений, особенно к золотистой картофельной нематоде. Анатолий Харитонов, Алексей Погудин. Новости ОТС.